доброе утро радио болтком сегодня программа без антракта выходит в записи я нахожусь сегодня в вильнюсе смотрю спектакли и участвую заседание жюри театральной национальной литовской премии записывали мы программу за пару дней до сегодняшнего дня и у меня в гостях сегодня руководитель русского театра в таллине эстонского русского театра филипп лось добрый день всем привет добрый день ну я видела новости анонсы и очень интересовалась я не буду сейчас рассказывать почему ты сам расскажешь я надеюсь я очень хочу чтобы все наши слушатели узнали что происходит в вашем театре вообще какое настроение в театральном мире в эстонии какие планы какие предположения что там ждете ли вы золотую маску какие то вы есть у вас специальные может быть планы золотой маской как мы когда-то обсуждали по лаборатории которые вы делали я напомню что мы с тобой разговаривали в январе этого года когда вдруг показалось что есть какой-то просвет и театры там у вас несколько кто маленький короткий такой промежуток работали и потом опять все закрылось и вот скажи пожалуйста в каком режиме вообще этот год и как вы встречаете новый сезон ну за эти полгода многое действительно произошло то есть мы был короткий довольный период в январе-феврале когда мы нормально работали и даже выпускали спектакли репетировали играли спектакли и почти успели выпустить спектакль мудрец по пьесе островского это выпускал молодой режиссер ученик евгений борича каменьковича георгий пут лес он из греции и в общем в наших планах и бы было выпустить как и в марте но так не получилось потому что с начала марта и почти до конца мая все театры в эстонии не работать было было довольно сложная ситуация и правительство приняло решение практически все было закрыто хотя мы и репетировали хотя мы все равно встречались репетировали вот и уже был прогон такой без зрителя просто для своих и спектакль получился интересный замечательная там работа художников художницы и юлианы лайковой с которым мы уже работали которые в литве очень хорошо знают и был дебют замечательного молодого художника это гаттаболова художника по костюмам это действительно были прекрасные костюмы вот но всю эту работу пришлось отложить как это и достать на открытие сезона то есть вот сейчас 19 августа мы именно спектакля мудрец открылись и успех у публики был большой я бы сказал ошеломляющий потому что публика давно ждала спектакль который бы так соединил действительно классику привычную русскую классическую драматургию и абсолютно такой авангардный яркий свежий взгляд на эту драматургию и георгию кутлису это удалось спектакль действительно ну вот это такая по версии кутлиса вся пьеса островского это такая карнавальная вечеринка на которую приходит глумов со своими амбициями со своим дневником который он потихоньку все записывает все что он не может сказать людям в лицо в глаза он записывает дневничок вот и при этом резвиться как бы в меру своего цинизма в меру своей эгоистичности подстраиваясь под всех людей с которыми его сводит как бы судьба и в общем ну как дальше и островского перестали вот и все это происходит собственно говоря на на фоне карнавала когда каждый герой это маска это маска такая ну как бы это уже было в общем это бы баба баба было был ярче и вдохновение это гостаболова ну вот все и все эти костюмы в которых герои там ну просто настолько выявлялись характер и в то же время какая-то добавлялась такая ну дурацкая словами фрональный сущных всего происходящего в общем как это все что могу рассказать через через экран я наверное рассказал остальное доступно только тем кто приедет таллины и подводит спектакль вопрос да да вопрос во первых какие артисты играют в этом спектакле кого ты можешь назвать в этом спектакле главную роль глумова играет саша жиленко саша жиленко это такой один из лидеров нашего молодого поколения он выпускник питерской театральной школы и в нашей группе уже 10 лет вот и практически дебютировал очень ярко он дебютировал собачьем сердце у натальи лапины он играл там шарикова такого необычного совсем необычного шарикова вот и сейчас это глумов мощнейший по энергии такой не 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 просто какой-то там мелкий негодяй на вот или не негодяй а правда это личность которая в конце предъявляет тем как бы всем остальным кто его отторгает то ну там по сюжету все-таки извините еще будет маленький спойлер там как бы глумовский дневник становится достоянием общественности вот так честно и годованием там встречает правду о себе и вот тут то происходит самое главное тут-то глумов и не задает как следует вот все что он как бы даже нет и невозможно пересказать это очень вдохновенно то же дело в других ролях и татьяна маневская и аня маркова и наташа дымченко и дмитрий косяков и александр окунев днил зандберг карин ламсон и боже мой неужели кого-то еще забыл а конечно саша домовой и наверное наверное всех я перечислил вот но это это наша труппа это наши звезды это наши прекрасные артисты и спектакли перешли из прошлого сезона в этот вот последний вот это есть вот мудрец допустим поставлен нет нет я имею ввиду который вы все-таки успели начать играть а потом был перерыв и это же всегда очень сложно на самом деле спектакль который был выпущен может быть был сыгран два раза еще сложнее с мудрецом было который был выпущен но не был сыгран на зрителям раз и была сложность полгода был разрыв и как бы и грек георгий купли специально прилетел на несколько дней и бакс а спектакль от этого только выиграл я смотрел его в начале марта и смотрел сейчас они выросли удивительно они выносили в тебе за полгода этот спектакль и они были просто ну ошеломляющими даже для меня которые уже несколько лет с этим театром связал свою жизнью они меня потрясали просто местами вот потрясали своей игрой и поэтому я действительно считаю что мы в этот раз сезон начали просто выдающимся спектакль но поздравляю но у вас был анонс не менее выдающегося события которое нас ждет вашем театре а так у нас много еще событий еще даже я не сказал еще про мрожика я не могу не сказать про мрожика потому что два наших молодых артиста дмитрий косяков и виктор марвин давно уже придумали и давно мне на актерской лаборатории показали и в общем были ужасно настойчивы хотя сначала я довольно статистически относился к идее постановки двух однократных пьес мрожика ну вот на нижний дипломированный режиссер я думал что там получится вот но мучил их они как бы концепция обрастала мясом дозревала они говорили рассказывали о том о сем и вдруг я бы как-то для себя решил ну нет вот они же уже дозрели давайте это делать и они сделали они сделали мрожика это четверка артистов кроме них двоих соответственно они вот один взял и пьесу 1 в открытом море другой взял кароля вот и каждый как режиссер сделал свою работу и квартет артистов кроме них двоих уже названных это еще и наш замечательный владимир антип ветеранов нашей труппы и тот же самый александр жиленко вот они сделали это потрясающе смешно это это очень хорошая сценография очень хорошее пространство это это совершенно абсурдный сюжет ну как опять-таки два слова скажу ну представляете ситуацию мрожика вот три человека на плоту в открытом море очень хотят кушать очень сильно хотят кушать и решают что ну на зачем дальше терпеть надо кого-то из них есть одного им надо решить демократическим путем не вот дубиной по голове сзади по затылку а демократическим путем чтобы человек сам понял что он он будет съеден вот и вот это сюжет допустим если в открытом море или кароль там тоже это абсурдная совершенно ситуация 22 таких странных человека дедушка и внук приходят к окулисту казалось бы нормальное дело хотят дедушки очки но вот но дедушка то хочет очки для того чтобы убить никого карли которого он в общем даже не очень себе представляет что это такой карли то есть вроде он представляет но вроде и не очень понятно насколько он себе представляет насколько это не его воспламененное воображение и дальше дальше все крутится потому что карли оказывается совсем близко или близко вот но это же абсурдная пиоса поэтому это очень смешно это фантастически просто смешно ребята это сделали и вот 25 августа они как играли премьеру на малой сцене малая сцена я хотел спросить это на мало конечно малая сцена да но мы накануне буквально этой премьеры мы ездили в польшу в замечательный город джешу на театральный фестиваль мы возили туда мой спектакль которому уже три года искусство примирения это по пьесе ясмин реза бог резни вот тоже там неплохо мы прошли в общем нас хвалили говорили что мы хорошие вот что может быть даже лучше всех но следующий раз наверное мы им привезем рожек очень даже конечно было бы здорово скажи пожалуйста анонс нового сезона а нет сейчас еще 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 два шага да еще есть конечно я не могу не сказать проект который ну понятно что мы эстонцы моего долго вынашивали и уже прошел год после событий в белоруссии и как-то эта идея зрела постепенно у нашего замечательного артема гареева и того же виктора марвина и наконец дозрела они в результате в годовщину событий то есть 9 августа 21 куда они сыграли спектакль беларусь 2020 который который естественно папа пьесе андрей куречика когда обижены вот они они присоединились к этому как это мировому театральный флешмоб да может быть даже они его закрыли потому что я думаю что может быть уже все остальные кто хотели поставили надо сказать что пьеса куречика обижены она была написана вот в прошлом году по итогам того что происходило это практически сюжетные линии всего все что происходило в белоруссии прошлом летом и в течение этого года вот начиная с сентября прошлого года ее поставили мы прочитали где-то до разных было постановок разные были это я знаю да это конечно ну я для слушателей рассказываю а я мне не в оправдании нам но говори что мы же медленными в эстонии поэтому мы все это мы же в прошлом году как раз год назад сегодня день год назад мы же читали эту пьесу марк ревенхилов поддержку и вы и ты и ваши актеры все-таки принимали участие поэтому это было очень важно мне кажется но чем они на самом деле сделали это очень круто это вызвало это вызвало тут большие бурные дискуссии потому что конечно русская публика далеко не вся готова смотреть на происходить в белоруссии как бы объективно или глазами каких-то там с точки зрения гуманизма там многие привыкли смотреть на это глазами российских телеканалов но ты имеешь ввиду тех постоянных зрителей которым долгие годы уже доходят в русский театр конечно да ну просто многие спрашивали нас возмущенно а зачем вы зачем вы летите в политику это что такое закрытие сезона в русском театре как-то ну как-то ну мы сказали да успокойтесь вы придите посмотрите понравится понравится нет нет это что такое или не приходите это не ваши все нормальные как-то все вроде россии из постели в результате и мы мы сыграли спектакль пять раз и поскольку зал убили были переполнены то сейчас мы со 2 по 5 сентября будем делать дополнительную серию показа еще четыре раза моего покажу несмотря на то что какой-то части публики это все показалось странным то свою аудиторию этот спектакль нашел конечно да конечно я говорю что вот даже ну я конечно всех приглашаю кто хочет доехать до талина но торопитесь потому что там места очень быстро разлетаются и в общем это тоже малая сцена и главное они нашли ребята я не скажу что это прям такая какая-то революция но посмотрите как они сделали сначала ты как зритель попадаешь ну музей такую материальную среду в которой каждому из персонажей посвящен свой уголок и этот уголок это такая инсталляция предметов не буду расписывать подробно подробно должен человек купить билет и приехать посмотреть вот но каждому персонажу отведен свой угол и ты сначала вот как бы тебя проникает но там материальная среда потом течение 15 минут зрители при полном отсутствии звука смотрят телевизионную хронику событий годичной давности беларусь первый день я был сам первый день на премьере одна из зрителей девочка она как оказалась сама из беларуси стал это комментировать это явно было как бы не предусмотрено создателями спектакля но тем не менее это был какой-то честный такой тихий и очень страшный комментарий того что происходило ну вот это тоже стало частью восприятия того что происходило и потом как бы мы зрители попадаем в кровь и часть времени свет полный и на самом деле ты какой-то вообще перестает понимать это актер который сидит где-то рядом с тобой в зале динамика но вот это потрясающим образом рядом с теми эффекты которые они писали они не рассказывали как они для того чтобы записать есть ли на театральном автобусе да не ездили и как они не защитно сочиняли этот звук варят почему они поработали и это это не просто радиоспектакль разу ну да да классная художественная акция да кровь которые на самом деле существует голоса который иногда они немножко зажигает свет и в котором реально что артиста сидит в зале иногда они являются как глубокие действия реальными своими живыми голосами вот это привозит сильнейшее впечатление на него и какой-то момент и как когда ты подключаешься эмоционально то и как бы ты ценишь гуманизм создателей спектакля которые выключили свет зале потому что там весь зал сидит и плачет вот и это на самом деле это освобождает людей в чем-то раскрепощает потому что они не видят друг друга и это конечно очень сильное воздействие вот такой спектакль ребята сделали он прекрасен и вот счастье еще четыре раза мы его сыграем потом наверное как-то его больше не будет так у меня вопрос хорошо положим кто-то из наших слушателей из риги захочет поехать таллина смотреть спектакль у вас какие условия посещения надо предъявить со справку о вакцинации или справку о болезни или свежий тест а то есть у вас по тестам пускают да по тестам конечно пускают при этом сидят люди в театре или как это выборы это как бы поскольку мы ну как бы правительство считает что если человек предъявил что-то как бы то он уже безопасен то он не обязан он может в маске быть может без маски это его личный выбор ну то есть у вас нет ограничений исключительно для тех кто сделал вакцинацию да ну как бы это поэтому пути пошла эстония то есть эстония таким образом фактически ну как бы ну принуждает всех сделать вакцинацию потому что человек не вакцинированный просто как бы испытывать такое сильное поражение в правах нет у нас например просто даже и нет умер молочные мероприятия на которые пускают с тестами а если с тестами то тогда надо маски держать нет у нас наоборот у нас как бы мы как раз боремся за право использовать экспресс тесты которые дешево стоят и которые вот сейчас золотая маска допустим в октябре вот мы разговаривали светлана янчик который был организатор золотой маски в эстонии она мне сказала что да она будет в алексейле в октябре золотая маска будет она будет использовать экспресс-тест она будет для этого специально нанимать медицинских работников ставить на перед спектаклем человек чуть-чуть заранее пришел на на экспресс-тест нужно 10 минут и целый он свободен он может идти в зал скажи пожалуйста а у вас будут какие-то специальные проекты золотой маской или в этом году учитывая как будто в этом году мы учитывая учитывая как бы нестабильность мы не планируем стальных проектах золотой маски золотой маской потому что у нас честно говоря на своя афиша довольно плотно и ну как то не возникла какой-то новой идеи поэтому сейчас я буду рассказывать про премьеры сезона и сейчас я тебя еще подожди спрашиваю спектакли золотой маски будут вашем театре в нашем театре никаких мы не понимали кстати довольно редко золотая маска использует нас как площадку потому что ну во первых мы слишком маленькие и я не помню последний раз по моему нас маяков поиграла спектакль никита кобелева а любовь людей нет это не любовь людей человек который принял жену за шлях вот вот да 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 это было несколько лет назад внутри три или четыре года по моему да это еще лёня ашарин когда это 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 было давно и после этого нет по моему еще какой-то какой-то спектакль дениса азарова оперу вот это вот это комическую опера тоже ночью какие-то вот такие камерные проекты золотая маска организует у нас а как правило они либо играют в алексе или либо в театре эстония там больше мест либо либо увозят у них же еще фишка что они по эстонии вывозят они там нарвивки ломяя там я не знаю где то еще там вот это я хотела спросить тоже что он приехать а можно приехать в другой город и посмотреть в другом городе но они очень редко скажем так дублируют то есть бывали проекты которые которые вообще стали не не было да 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 у нас кафе идиот по моему ну вот да танцевальный спектакль а будет только в инспилсе и в липая вот вот именно да а у нас значит у нас будет у нас в программе будет господи спектакль а иранская конференция наверное да да но я я просто я люблю всегда последовательно сейчас я скажу точно как это одно за другим будет потому что мы только-только буквально программу все это перебирали поэтому я могу потому что приезжает золотая маска с программы по моему сначала к вам в таллин и потом и сталина переезжает в ригу да у нас будет спектакль марчелли шутники не будет в риге вот у нас для тех кто слушает и кому интересно пожалуйста не будет в латвии а будет 5 октября будет да да будут шутники потом значит 16 будет иранская конференция насколько я помню да но она может не один день может быть два просто я для себя пометил на 16 пойти вот потом 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 25 будет собрание только и тоже виктора жакова собрание это то что современники современники да это то что грешковец это 25 октября будет 25 26 это будет просто в рамках золотой маски будет да да вот это тоже очень важно что мы сейчас с тобой это проговорили потому что в риге этого спектакля не будет если кому-то интересно премьера с это с марины не елова спектакль который выпустил виктор жаков современники вот в том сезоне когда смог открыться да это спектакль который будет показан только в таллине а в каком вот у вас он в алексии будет да он будет театре эстония а в театре если посмотрю еще раз театре эстония по моему национальной оперы в эстонии до национальной оперы хорошо да и будет еще горбачев просто он меня не стоит потому что я увидел но тоже будет у нас в программе я не помню тоже будет конечно ну значит горбачев ближе к концу октября да 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 вот значит горбачев но вот я хочу вот что спросить тебя у нас уже минут 10 осталось теперь надо рассказать о том что ждет ваш театр в новом сезоне каких режиссеров и позвали какие пьесы вы будете ставить и какие у вас планы хорошо значит буду рассказывать тогда по степени значимым конечно самым значимым событием в новом сезоне будет режиссерский дебют на как бы с трупы русского театра на сцене русского театра выдающегося гениального эстонского режиссера эльма нюгана вот чине 30 лет эльма был художественным руководителем лины театра самого наверно замечательного и раз вот я тоже хотела уточнить у тебя я посмотрела в новостях что блин на театр сменилось руководство это у него кончился контракт в конце сезона у эльма кончился контракт это было известно уже еще зимой что он не будет продолжать контракт вот и поэтому будет конкурс на его должность пришел молодой парень не помню наизусть не скажу как его зовут видел два его спектакля в линотеатре вот теперь он будет худрук а то есть он уже работал этот молодой человек в линотеатре но он ставил уже спектакли да понятно что мне не как бы не с улицы пришел он ставил там на дне и ставил еще не вспомню ну не важно ну вот это к планам нашего театра не имеет никакого отношения поэтому вы сразу подхватили эльма к себе точно в течение буквально нескольких минут он будет делать у вас он будет делать мертвые души он так получилось что я читал в интервью эльма еще когда готовился к встрече с ним я в одном интервью его там пяти или семилетней давности прочитал что вот для него мертвые души это такая очень важная идея но он хочет и делать как бы это произведение именно с русской труппы и вообще это ну как бы еще и дебют в том что он никогда не ставил гоголя эльма никогда не ставил гоголя мертвые души никогда не шли в эстонии и никогда не шли в русском театре эстонии и эльма никогда не не ставил в русском театре да вообще нигде практически не стал потому что он 30 лет ставил блины театре и в россии сосредоточен на этой работе да да иногда ставил в россии но это отдельный вот и вот так что так что мы ждем это будет зимой премьера будет феврале это конечно замечательно и большая ответственность небольшой праздник отлично будем планировать значит февраль пемьера в русском театре таллина новая абсолютно неизведанная вещь да абсолютно новые для эстонии значит вернемся чуть-чуть назад начало сезона чтобы никого не обидеть сергей федотов сейчас уже почти месяц как репетируют мастер и маргарита сергей федотов это театр моста да вот сергей павлович репетирует уже давно значит он уже два спектакля ставил русском театре это игроки 10 лет назад и не зокина квартира 5 лет так что периодичность соблюдается раз в пять лет ну вот сергей павлович ставит спектакль вот и ждем это конечно на это это первое первая премьера именно этого сезона не перенесенные с прошлого этого года и дальше что у вас еще дальше дальше нам приходит с дебютом с резисерским еще один выдающийся эстонский режиссер может быть как бы умение известен в россии предпедая но надо сказать что он в течение длительного срока был художественным руководителем эстонского драматического театра и при нем эстонская драма поднялась как бы и стала таким весомым и посещаемым театром как им она является до сих пор вот он режиссер старшего поколения заслуженный вот и для своего дебюта он выбрал комедию фрейна шум за сцену ну такая как театр и театр и театре как создается спектакль из каких пустяков и нелепых очень актеры любят эту пьесу я знаю характер и так прописано интересно и что будешь делать я я буду делать осенью я буду делать пьесу воропа его танец деле вот как человек как это мало читающий малокуда ходящий я ни разу не видел танец деле на сцене молоков я посмотрел кино уже после того как захотел это пьесу делать потому что все-таки хотелось мне любопытство победил я обычно стараюсь не смотреть то что я собираюсь ставить и тут любопытство победил я получил огромное удовольствие я скажу больше я не читал эту пьесу до марта этого года я не читал ни разу танец я прочитал первый раз ну вот и был потрясен насколько она точно отвечает тому о чем я хотел бы говорить и когда будет премьера планируется им примера будет 26 ноября а ну то есть у вас сейчас вышел мудрец уже вышел потом вышел мрожек белорусский проект но это как бы немножко вне рамок сезона мудрец вышел мрожек выйдет мастера маргарита в середине октября выйдет в начале ноября шум за сцены выйдет в конце ноября танец дэйли и потом вы уже будете выпускать спектакль потом мы в декабре естественно по побалуем наших маленьких зрителей шелкончиком но вот который у нас уже тоже готова и который у нас в прошлом году из ограничений мы не очень смогли много его показать поэтому мы покажем его сейчас у нас еще есть запасе алиса которую мы выпустили в конце прошлого сезона вот это вот такая спектакль которому частью к моменту снятия ограничений как раз вышла премьера алисы юлианы лайковой это до соболова этого этого фантастического творческого дуэта вот безумно красивый спектакль и киричев и костюмы декорации и все дети вместе со взрослыми просто-просто сидят вот это алиса как бы тоже появилась в репертуаре то есть на январские каникулы тоже можно к вам да у нас начинается с декабря потому что в эстонии с начала декабря уже интенсивно идут в основном детские спектакли а в январе даже это меньше то есть январе они еще будут играться но уже меньше вот смотри сейчас рассказали для тех кому будет интересно поехать в таллин или кто-то едет сталин и у него есть вечер и он может проверить куда пойти мы говорим о том что есть несколько премьер есть спектакли которые вы продолжаете играть с прошлых сезонов с прошлого сезона я так понимаю достаю спектакли и несколько точек на которые надо обратить внимание это будущем за сцены спектакли которые очень артистические театральные прекрасный легкий в ноябре спектакль танец деле по пьесе воры паева который ставишь лично на малой потом детский спектакль щелкунчик которые уходят под рождество и уже потом февраль мертвые души в январе еще выйдет детский спектакль для совсем маленьких по стихам маршака но это как бы для таких маленьких камерный спектакль вот и зимой завершится как бы последний пример и зимы или даже наверное скорее в марте я буду выпускать раста на сиранога биржера это для больших на большую сцену да это мы тогда об этом поговорим после премьеры уже в следующем году возьмем за правило иногда с тобой собираться и говорить вот зимой и летом по полгода будем анонсировать как у нас сам будет корректироваться жизнь неизвестно конечно никто не знает как все будет очень надеюсь что все-таки мы больше не попадем в такую блокаду в которой мы прожили уже по я думаю что уже не попадем филипп удачи театру спасибо удачи всем премьером и спасибо большое что рассказал о том что у вас происходит да и привет и литве и латвии братья говорились спасибо